Национальная безопасность и ситуация в силовом блоке. Так, президент сегодня обозначил главные темы разговора с теми, кто работает на порядок для страны. Это армия, милиция, госбезопасность, прокуратура, следователи, судьи, спасатели, пограничники. Криминогенная ситуация в стране контролируемая, но, как было сказано, это не повод расслабляться. Все возможные угрозы и внешне, и внутренне должны быть в поле зрения силовиков, готовыми нужно быть к любым событиям. Это подтверждает и последний случай в Гродно. Там был нейтрализован иностранный террорист со взрывчаткой и оружием. И даже страшно представить, чем бы это грозило, если бы весь этот арсенал пошел в дело. Работа спецслужб по обезвреживанию террориста была блестящей. У президента подробно обсудили работу силовых структур в целом и прошлись по всем аспектам национальной безопасности. По каждому направлению сделаны выводы и даны соответствующие поручения. Будет усилена и координирующая роль прокуратуры. Главное, за масштабными операциями видеть и решать, казалось бы, рутинные, каждодневные проблемы. Наталья Бреус с подробностями. Такое количество офицеров во Дворце независимости увидишь нечасто. Хотя, конечно, генералы с докладами по безопасности у президента регулярно. Сегодня в пору было и растеряться от многообразия мундиров и погон. Форма у силовиков разная, но заточены все на общее дело. Работают на порядок в стране и по периметру. В феврале президент поручал собрать всех вместе, чтобы поговорить об итогах работы. Но что еще важнее, о проблемах. Армия, прокуратура, следственные органы, МВД и КГБ выполняют ведь схожие задачи. Должны видеть и понимать, кто чем живет. Тема нашего сегодняшнего совещания – национальная безопасность и ситуация в силовом блоке. Естественно, как это принято ежегодно, в начале каждого года, по итогам прошедшего, каждый министр силового блока доложил мне о ситуации на подведомственной, скажем так, территории. Ну, естественно, вы понимаете, что это за доклады. Я не хочу сказать, что они непрофессиональны, они очень профессиональны. Но, как я заметил, тенденция и тренд серьезные, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье, это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо, но есть же и недостатки. Поэтому, учитывая то, что вы очень хорошо доложили об успехах мне письменно после доклада генерального прокурора, как вы помните, ему было поручено подготовить основательный доклад с анализом о ситуации в силовых ведомствах. Закидывая удочку наперед, Александр Лукашенко предупредит, что побывает в ведомствах на итоговых коллегиях. Но это через год. А сейчас назрел анализ общей обстановки в силовом блоке и его реакции на вызовы. Ситуация вокруг страны напряженная, плюс внутренних кейсов хватает. И очень часто это звенья одной цепи. В общих чертах ситуацию вы знаете, но расслабляться, как я всегда говорю, не время. На днях буквально в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист. Спецслужбы сработали блестяще, изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята при такой острой ситуации, когда шло сражение прямо в ограниченном пространстве у квартиры, и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие, автоматическое при том, не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа», которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнь, надо всегда видеть и поддерживать. Я думаю, председатель КГБ об этом знает. Но то, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, как я сказал, должностных лиц, они все задокументированы, пожелания его и планы. И, как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто, понимаете, что это нам очередной сигнал. Нам необходимо быть готовыми к любым событиям. Следовательно, вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть сегодня на особым контроле. Нынешнее совещание скорее на упреждение. Ведь криминогенная ситуация в стране контролируемая. Число преступлений не растет. Сократилось количество убийств на 13%. Меньше погибло человек от преступных посягательств. Но разве расслабишься? Мошенники не дремлют. Потерпевших от них стало вдвое больше. Слабое звено пожилые люди, увы, поддаются на уловки телефонных аферистов. Я всегда думал, что пенсионеры у нас люди сообразительные с точки зрения опыта. Но, как видите, в самых простых ситуациях они отдают деньги, ну, просто не сопротивляясь. В связи с этим, какие меры планирует принять наша милиция совместно с другими государственными органами в этом направлении? Этих людей нам надо защитить. Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит. По-прежнему женщины и дети становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Необходимо усилить работу по их защите, а также профилактики подростковой преступности. Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена. Принять самые жестокие меры в этом плане. Это недопустимо. Вы понимаете, мы всегда вот так вот ходим на расслабоне, как в народе говорят, потому что это не касается ни нашей с вами жены, ни нашей дочери и так далее. Не дай бог, конечно, но вы сядьте и представьте это себе. И когда представите, исходите из этого. Это надо выкорчевывать из нашего общества самыми жестокими метами, как борьба с этим терроризмом. Масштабная спецоперация – это высший пилотаж и новые звездочки на погонах. Они, конечно, делают честь нашим правоохранителям, успехи окрыляют. Но за масштабом нужно видеть и, казалось бы, рутинные проблемы с небес. На землю возвращает президент. Мелочей ведь в безопасности не бывает. Беспокоят, например, что тем, кто раз вступил на преступную дорогу, трудно сойти с этого пути. Добрая треть преступлений – рецидив. Здесь тоже надо пожёстче с ними обращаться. Кого-то досрочно, кто-то отсидел, как в народе говорят. Мы его вернули в общество. Он начинает гадить снова. Не работающий человек – потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны. И вообще, ещё раз обращаю ваше внимание, чтобы вы серьёзно отнеслись к тем, кто сегодня не работает. Это точно преступник. Ничего не надо доказывать. Если он не работает, где он берёт на жизнь? Ясно где. В борьбе с преступностью, конечно, все средства хороши. Президент здесь за эффективную работу. Но не ради статистики, а ради реального общественного порядка. Наше общество живёт не в вакууме, видит всё, что происходит. Бытует мнение, что сотрудников органов внутренних дел, в первую очередь, интересует не судьба человека, бытует мнение, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. Ну да, цифры и рейтинги должны быть, никто не против. Но если мы живём только ради цифр и рейтингов, Ну, хотелось бы услышать, так ли это, отошли ли мы от этой палочно-галочной системы оценки деятельности. Думаю, генеральному прокурору виднее. Настораживают факты преступлений среди военнослужащих, в том числе совершённых офицерами различных силовых структур. В чём причина таких явлений? Я много раз делал замечания министру обороны на недопустимость того, что происходит порой в воинских подразделениях. Провести анализ положения дел в силовом блоке и ситуации с преступностью в стране было поручено прокуратуре. Андрей Швец скажет главное – законность и правопорядок обеспечен. Радуют подвижки в работе по противодействию наркопреступности, сократилось число таких правонарушений, да и погибать от наркотиков стали меньше. Дают результаты усилия по борьбе с киберпреступлениями, но острые углы генпрокурор сглаживать не будет. Однако проблемных вопросов в обеспечении правопорядка, к сожалению, остаётся немало. В первую очередь, противодействие экстремизму и, как показало начало этого года, его крайнему проявлению терроризма. Генеральная прокуратура занимает чёткую и последовательную позицию. Нарушение принципа неотратимости наказания ведёт к безнаказанности и, как следствие, к совершению более тяжких преступлений. В настоящее время обстановка характеризуется стремительной радикализацией действий экстремизма. Теракты в Мачулющехе и Гродно ещё раз показали необходимость совершенствования деятельности правоохранительных органов по предотвращению терроризма. Громкий и резонансный случай попытки теракта подстегнул сказать вслух то, о чём давно думали. Наздрело усиление контроля и ответственности по беспилотникам. Ну а кейс с ЧВК «Редан» показал, как быстро подрастающее поколение поддаётся на информационные манипуляции. Тут ещё работать и работать на профилактику. Среди того, что настораживает и дорожная безопасность, авария с маршруткой в Смолевичах обнажила ряд проблем. Выявились серьёзные проблемы в безопасности перевозок пассажиров. В этой злополучной маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехало 19 человек. То есть в погоне за наживой грузоперевозчик просто как селёдок туда людей натолкал. Видите, совокупность факторов. Это одно за другое цепляется. Мы сейчас проверили в этом подразделении, в этой службе Миноблтранс, более 100 грузовиков ездят без техосмотра. Понимаете, каждый из них это опасность на дороге. Поэтому, конечно, это только в одном предприятии, а в масштабах страны сейчас ведётся тотальная проверка. По поручению главы государства наводится порядок с тем, чтобы все участники дорожного движения действительно участвовали в этом движении, будучи соответствующим определённым требованиям безопасности. Далее в этом злополучном маршрутном такси ехали дети-школьники. Почему они там ехали? Да потому что сломался школьный автобус. И органы местной власти, они обеспечили оперативную замену. Этот пример, он показывает то, что подзабыли, самоуспокоились, отошли от того, что нет мелочей. Нет того, что каждый должен на своём месте обеспечивать реализацию тех задач, которые на него возложены. Президент предсказуемо настаивает на ужесточении контроля на дорогах. Не дело, если ежегодно гибнет 500 человек. Ведь за каждой цифрой в статистике ДТП, здоровье и судьбы людей. Беспокоят, что профилактика правонарушений идёт порой спустя рукава. Ну, казалось бы, бытовуха. В итоге жертвами непростительной инертности становятся дети. В прошлом году на 20% увеличилось количество несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия. Формальный подход на местах в итоге может стать катализатором серьёзных проблем. Вплоть до экстремизма. Видеть людей – задача местных властей. Но, судя по риторике, все тревожные звоночки на контроле. Главный вывод состоит в том, что правоохранительственный блок работает чётко. Задачи выполняются. На улицах мир, спокойствие и безопасность. Но определённая самоуспокоенность, определённое недопонимание необходимости того, что нужно заниматься скрупулёзно каждый день, на первый взгляд, обыденными делами, оно в совокупности приводит к тому, что проявляются негативные вот эти вот вещи, чрезвычайные происшествия. Поэтому глава государства поставил задачу всех встряхнуть и самим встряхнуться. И, мне кажется, в этом смысле разговор состоялся очень такой полезный. И выводы определённые сделаны. И главное, есть над чем работать. За три часа у президента критично прошлись по всем направлениям работы силового блока. По каждому – конкретное поручение. Звучало и по генпрокуратуре, её роль должна быть значительно усилена, по аналитике в том числе. Работать будут в тесной связке с госсекретариатом Совбеза и Верховным судом, чтобы видеть и решать проблемы. Наталья Бреус, Алексей Волков и Иван Мартынович, агентство Теленовостей.